всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале о вязании поступают запросы снять видео как я упаковываю и отправляю свои изделия свои игрушки поэтому я решила сделать именно это отдельным видео чтоб нигде в вязовлогах это не потерялась и расскажу вам полностью по отправке от начала до конца смотрите давайте начнем с тех товаров заказов которые в ростове до которые мне не нужно отправлять почтой как правило отправляю вот такого плана крафт пакетах эти крафт пакеты у нас продаются магазин называется упаковка там всякие пакеты там всякие для цветов до упаковка там что там еще есть одноразовая посуда но я думаю что такого плана магазины есть в любом городе у нас он находится на центральном рынке покупаю там вот такие пакеты не знаю сколько сейчас они если честно стоит раньше от трех рублей были но вот этот вот где-то 3 рубля да может может 3 50 это не самый маленький есть еще меньше ну и в зависимости от размера да они больше лет он конечно такой тоненький как бы да но для упаковки по городу нормально в основном я сейчас последнее время стала отправлять по договоренности заказчиками яндекс такси по городу доставку потому что и мне не надо никуда ехать да и ко мне не нужно никому ехать тратить время тратить опять же деньги на проезд или на такси проще мне здесь возле подъезда отправить а им выйти получить до по деньгам от 100 до 300 рублей у нас по ростову где-то выходит доставка но это удобно смотрите как я здесь упаковываю да я заворачиваю краешек потом дыроколом посередине делаю отверстие дальше навсегда прошу прощения лента и еще очень часто и вот такие у меня есть бирочки да это я заказывала в инстаграм у девушки тоже делаю в них отверстия на уголок что было и вот этой ленточкой я это все завязываем получается как бы и недорого да такая упаковка чем покупать какие-то подарочные коробки ну и в то же время смотрится празднично можно даже и подарить в такой упаковке и приятно получать красивым вот таким образом все наша упаковка готова есть у меня еще штампик но что-то он последнее время такой знаете с моим инстаграмом номером телефона он как-то последнее время видно уже под испортился стал мазать сейчас я им не делаю вот таким просто способом упаковываю и отправляю это по городу что касается почты почты конечно в таких пакетах отправлять нежелательно раньше я отправляла или такой пакет а потом еще в дополнительную ну там любую коробку до бушную даже раньше я отправляла в этих пакетах но они очень сильно мнутся и когда открывается посылка вид конечно так себе причем сначала как бы я шну и не знаю да как это приходит а потом мне пришла тоже посылка от девочки рукодельницы мы обменивались с ней своими изделиями у нее не в пакете было а просто завернута в крафт бумагу вот такую же но она настолько помятая была это крафт бумага что я решила нет это не вариант надо что-то придумывать другое и я нашла на ярмарке мастеров девушку которая занимается продажей разных коробок почтовых пакетов у нее это все в разы дешевле чем покупать на той же почте коробки вот у нас в городе я дешевые не нашла не знаю может быть и есть но как бы мне не попались я заказываю у нее с питера сейчас у нее есть доставка на озон озон находится прямо в моем доме и причем озон вообще не дорого 120 рублей с питера то есть дешевле чем сдэк дешевле чем почта в разы коробки самая популярная у меня вот такая плоская дома и в основном все игрушки туда помещаются и вот для наборчиков для заказа это вполне достаточно такой коров есть еще двух других вариантов вот по размеру да как бы я вам давайте под видео подпишу точно все размеры посмотрю там она по ширине такая же но она чуть меньше в длину но выше то есть если например какие-то такие объемные игрушки да то я их уже которые по высоте сюда не входят я их в такую коробку отправляю и вот это вот поменьше коробочка уже но если сильно большая не нужна там да то вот уже в такую если какие-то большие оптовые заказы и у меня вот этих вот коробок естественно не хватает до по размеру я там уже ну и как бы оптовый заказ понятно это куда-то на перепродажу я там уже беру любую коробку например там которая мне с пряжи приходила или там сезона что-то покупала я все эти коробочки не выкидываю меня дома большой запас и использую их повторно для оптовых заказчиков как бы это не важно в каком какой коробки до пришел заказ вы потому что во первых они скидку неплохую получают как оптовый заказчик ну и им то что они достали и там уже по своим каналам перепродаю до сами упаковывают им это неважно дальше как я вот в этой коробке размещаю заказ вот так она открывается удобненько у этой же девушки я заказываю вот такую бумагу эта бумага тишью не знаю правильно называю неправильно в упаковке 10 листов цена как бы ну не очень большая там что-то около 60 или 80 рублей сейчас вот честно не знаю потому что заказывала еще до всего вот этого подорожания может быть уже и выше я оставлю вам ее магазин на ярмарке мастеров ссылку если кому-то надо там уже сами пройдите посмотрите вот такая это бумага она тоненькая но для упаковки подарков до в самый раз лист достаточно большой можно конечно его и разделить но я этого не делаю потому что чтобы знаете чтобы игрушки не болтались в коробке да я лучше этой бумагой дополнительно так что давайте вот этот вот у меня лежит тут наборчик вот например уложили до завернули уже и игрушки не болтаются и так как коробки довольно таки прочные ничего не не испортится и вот так вот закрыли все дальше такие коробки я тоже сверху лентой завязываю такая же лента это лента два с половиной сантиметра ширина в основном она у меня идет на упаковку коробочек ну очень удобно конечно на камеру это делать естественно без камеры это все вот забыла эту штучку естественно без камеры это все быстрее и ровнее да скажем так покажу как есть потому что все равно это не отправляют а так точно так же завязываю бант все вот если куда-то далеко едет да у меня вот последнее время стали заказа например в приморский край да там челябинск то эту коробку я еще обязательно в какой-нибудь дополнительно пакет просто любой пакет там купила там по 3 рубля пакета до с ручками и вот в пакет помещаю и потом уже почтовый пакет по поводу почтовых пакет давайте вам расскажу самые ходовые у меня два размера это вот такой сейчас скажу вам размер 250 на 353 в него вот эта коробка прям идеально входит ничего там не надо нигде заклеивать подклеивать это вот для вот этих коробок пакет просто отлично подходит дальше побольше размер это у меня 320 на 355 это вот для тех коробочек которые пообъемнее и есть у меня еще пакеты очень большие которые не буду уже их полностью разворачивать сейчас только найду 500 на 545 это вот как раз таки пакеты для очень больших заказов да для очень больших коробок вот в этот пакет у меня все коробки входили не было у меня еще ни одной коробки которая бы сюда не поместилась ну из того что мне заказывали да то что мне необходимо было ну и в принципе все заказы я сейчас точно так же оформляю онлайн в приложении почты взвешиваю их дома на весах да ну там вес не прям так сильно важен точно если вдруг даже вы ошибетесь и сумма вдруг изменится но у меня еще такого ни разу не было то у вас автоматически с карточки просто спишется другая сумма то есть вы там все данные вводите вам оплачиваете вам присылают там сразу же этот номер трек номер я просто потом на посылки на пакете пишу этот номер и отношу на почту я даже сейчас не стою в очереди не жду чек там до девочкам просто оператором оставляю и когда у них есть время они уже ее вносят в базу что посылка принята ну как правило это в течение получаса всегда случается не было мне еще такого чтобы там забыли про посылку еще что-то всегда это им так легче чем человек стоит над душой да там оставили ушли и плюс сейчас в приложении почты если оплачиваешь онлайн там начисляются бонусы и в следующую отправку ты можешь этими бонусами оплатить списать их до списать бонусы часть своей покупки списываются сто процентов там ну вот примерно с 300 рублей я не знаю там наверное какой-то процент идет но с 300 рублей обычно около 15 рублей бонусов начисляется ну как бы немного да ну приятно ну вроде бы все вроде бы ничего не забыла если вдруг что пишите в комментариях всем отвечу а так вроде бы ничего не забыла из того как я упаковываю упаковываю и отправляю все ссылочки и размеры давайте вам под видео оставлю всем спасибо за внимание всем пока 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 пока